Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за Барселону. Итак, прошло уже два тура в чемпионате Испании, и пока что мы неплохо идем, две победы из двух. Но даже это нам мешает занять первую строчку, так как мы сейчас идем на шестой. Понятно, что там некоторые команды уже сыграли по три матча. Кстати, нет, вы видите сейчас, что те команды, которые выше нас, также играли по два матча. Ну, например, у Атлетика хорошая статистика, шесть забили за два матча, и ни разу не пропустили, так же, как и Мадридский Реал. У нас пока что с разницей чуть похуже, поэтому мы и на шестой строчке. Сегодня у нас два интереснейших матча. Первый против Асасуна мы сыграем первым составом. И там у нас как раз будет, наверное, вызов сборной. И Валентия. С Валентией я сыграю вторым составом, рискую, конечно, но чтобы быть готовым в следующем выпуске сыграть против Баруси Дортмунд в групповой стадии Лиги Чемпионов. Сейчас мы посмотрим. Да, игроки отправляются в сборную, так что, мне кажется, они должны отдохнуть. Поэтому сейчас мы сыграем первым составом, и уже потом будем против Валентии играть вторым. Должны мы пока что не терять хватку, потому что команды, мы видим, способные навязать именно нам конкуренцию. Именно Атлетика Мадрид сейчас очень хорошо идет. Ну, в общем, вот таким составом мы сегодня и сыграем. Итак, разминается у нас Эмерик Ляпорте, новый центральный защитник Барселоны. Куплин был в связку к Жерару Пике, и будет, наверное, отлично укреплять состав нашей команды, как в чемпионате, так и в Лиге Чемпионов. Я буду на это надеяться. Ну, вот он, наш выездной матч. Леонель Месси сегодня на поле. Мы раздаем последние указания и начинаем. Тот подальше на Гризмана. Гризман видит Неймара. Тот прокрутка, и отлично. Развернулся и забил. На 10-й минуте Неймар забивает свой, вроде как, первый гол за Барселону в официальном матче. Но неплохо. Смогли выйти в гостях вперед, очень быстро даже, но все-таки играем против Асасуны. Другого результата я и видеть даже не хочу в этом матче. Только охота видеть победу, и будет неплохо, если она будет разгромной. Ну и вот Неймар забивает свой первый гол в Ла-Лиге спустя столько лет. Отлично сейчас сыграл в обороне. И вот он, Месси. Навес на Антуана Гризмана. Отлично, Гризман здесь владеет до сих пор мячом. И будет вбрасывание. Тот на Гризмана. Гризману неудобно, конечно, бить с этой позиции, поэтому он отдает на Сауля. Отлично. Распасовка, бывшая связка из Атлетика сыгралась. И Сауль тоже забивает свой дебютный мяч с голевой передачи от Антуана Гризмана. В стеночку они отлично сейчас отыгрались. Ну и забивает испанец, который перешел к нам, так сказать, на замену Серкио Бускетсу. Который, кстати, у нас так до сих пор в составе команды. Никуда мы его не смогли продать. Так что будем его, наверное, оставлять в клубе. Ну, что же игроку пропадать? И Гризман снова видит Сауля. Тот проходит. Но пробить решается с левой ноги и выше. Перекладина даже мяч пролетает. Давайте я заменю Сауля на Видаля. Сауль отлично отыграл. Пусть отдыхает. Отличный проходит пас. И внимание. Нет, Терштегин до сих пор оставляет ворота в неприкосновенности. С мячом Леонель Месси. И, ну, все, должен, наверное, уже свистеть арбитр. Да. Хорошая, уверенная победа в гостях над Асасуной. Первым составом. Забивали сегодня у нас Неймар и Сауль. Они забили свои первые голы в чемпионате Испании за Барселону. Ну, это приятно. Приятно. Удивительно, конечно, что даже Сауль забил. Были моменты у Неймара еще. Сауль забил в первом же матче за Клуб Барселона. Что скажете о таком великолепном дебюте? Большего и хотеть не приходится. Игрок горит желанием играть и забивает, поэтому мы его и купили. Ля Порте очень здорово смотрелся в своем первом матче за Клуб Барселона. Что скажете о таком сильном дебюте? Он быстро освоился и играет почти на пике. Хочу ли я большего? Разумеется, у меня нет сомнений, что Америк не показал им малой доли того, на что способен. С учетом того, что вы были явным фаворитом, вам кажется, что Асасуна мог попросту испугаться Барселоны. Я не буду это комментировать. Мы предпочитаем обсуждать свою игру и говорить о том, как играем мы, а не соперник. Так что вот, отлично мы разобрались с пресс-конференцией. Ну и у нас закрытие трансферного окна. Барселона потратила 423 миллиона евро в первом же трансферном окне, как только я пришел. Ну и все-таки 133 мы получили. Ну и по математике у нас небольшая, конечно. Для Барселоны уж точно, для топ-клуба все-таки убыток в 290 миллионов, конечно. Но все-таки неплохих мы игроков подписали, таких как Неймар, Сауль, Джезус. Но пике. Пике у нас хотят вот купить. Теперь уже в Тоттенхэм, но нет. Мне нужно продать Бускеца. Пока что вообще никто не хочет покупать опытного ветерана клуба Барселоны. Тем более сейчас у него неплохой рейтинг. Почему бы его не купить? Он в Батшуа и пока что в Германию перебирается в аренду, мы видим. Ну а Гарай в Атлетик Бильбао. Руиз может перейти в Шеффилд Юнайтед за 5 миллионов 100 тысяч. У него выкупили контракт у нас. Ну вот будем смотреть. Гулям переходит в Челси из Наполя. Ну а Джонни переходит в Бордо из Латсо. Алина. Алину могут у нас купить в Латсо. И до 17 миллионов. Ну что ж, давайте поторгуемся с итальянским клубом. Все-таки Алина это один из самых таких вот перспективных у нас игроков. И вообще испанских. Мы сразу вот предложим эту цену за 17 миллионов. Латсо прям вообще не хотят торговаться. Они прям уперлись. 15 с половиной и исключаем выплаты. За 15 с половиной миллионов евро они согласились. Купить Алину. Ну а теперь просто ждем. Осталось 5 часов. Фернандес. Значит Фернандес переходит из Реала в Байер. Долберг переходит в аренду из Ниццы в Страсбург. Ну вот про Джонни мы уже поговорили. Опа, Джорди Альба в Лейпциг. Может перейти у него. Выплатили отступные. Так что нам надо скорее переподписывать с ним контракт. Это очень нам не нужно. Сейчас отпускать Хварди Альбу. Один из лучших левых защитников в испанском чемпионате. Поэтому я не могу отдать этого игрока. Он ключевой естественный игрок. Хоть и в возрасте. Но он может играть в предел своих возможностей. На 3 года еще хотят. Без проблем. Игнорируем отступные. Но я думаю могут они сбросить зарплату за 200 тысяч евро. Вот видите они 160 даже уже готовы. С бонусом тут. Горется они. Но все равно. Это лучше чем было. Меньше точнее. Но все равно нам хорошо. Так что тут еще по таким трансферам. Ну а здесь всякие ноунеймы попереходили. Тейлор например. Так а вот и бускец. Отлично. Наконец-то. До 87 миллионов. ПСЖ. Вот так вот. ПСЖ решил. Раз мы взяли у них Неймара обратно. То они могут укрепить позицию полузащиты. А я вот так вот. 80 миллионов. Говорят что это их последнее предложение. 75 тогда. Потому что действительно. Бускец. Трансферная его стоимость рыночная. 50 миллионов. Мы тут еще и накидываем. Вот. За 75 миллионов отлично согласились. Теперь уже мы ждем. Лишь бы успели они забрать. 3 часа осталось. Рогич. Переходит из Селтика в Удинезе. Ну и. Вот. Тейлор в Бормут. Из Бернгли. Левый защитник. Переходит. Бускец. Еще все. Продается. Руиза мы уже точно продали. Ум Тити в Манчестере Юнайтед. Хотят его купить. К полю Пагбе наверное. Ну и Артур Видаль. Хотят купить. Снова. В итальянский чемпионат. Как-то он выступал за Ювентус. Ну вот. Теперь уже в Милан. Но мы пока что отклоняем. Кстати. Милан больше всех предложил. За это летнее трансферное окно. Завидали. Тридцать миллионов с лишним. Ну вот. Последний час. Скорее всего. Мы продали. Бускец. Я надеюсь. Алину мы продали. Бускец. Пока что все еще держится. Билья. Переходит из Милана. Вольфбург. Ну и мы ждем. Пожалуйста. Продайся. Я надеюсь. Что мы продали Бускеца. Сорвались. Переговоры. Бускец. Сорвал их. Ну уж точно не. ПСЖ. Хотел сказать. Что в прессе меня во все обсуждают. И я немного волнуюсь. Дайте мне шанс доказать. Что я достойно играть в этой команде. Я дам тебе шанс. Соответственно. С вами ЛНТТ. Проведем тренировочку. Это 86 рейтинг. Теперь у него. Ну а нас ждет игра. Кстати. Мы теперь на первой строчке. Давайте сейчас еще доведем. Потому что Атлетика сыграет свою игру. И свою лепту они естественно внесли. 5 команд еще не потеряли очки. В старте сезона. Атлетика Мадрид. Валенсия. Против которой нам предстоит играть. Мадридский Реал. Барселона. И Депортиво. Алавес. Деназар пока что лучше бомбардир. 5 забитых мячей. Не знаю кто из Барселоны. Может с ним поконкурировать. Пока что я так понял. Никто. Не забивал больше. Одного мяча за Барселону. Голевые передачи. Уже сразу видно что Гризман отдал 2. За 2 матча. И пока что это лучший. Ассистент в Барселоне. В чемпионате Испании. По сухим матчам. Здесь мы видим. Что Облак. 3 матча. У нас сухо отстоял из 3. Куртуа. 2 из 3. И мы видим Терштегин. И Нета. Уже отстояли свои. Вот так вот. По одному матчу. У нас. Хаунета. Покажется 100%. Реализация своих матчей. У Терштегина. Пока что 50 на 50. Ну что же. Ну а мы пока что передвигаемся все ближе и ближе к матчу с Валенцией. И вот снова Бускец. Теперь уже Ливерпуль хочет его подписать. Мы естественно будем переговариваться. Все так же мы начнем с 80 миллионов. И будем смотреть. Вдруг Ливерпуль захочет подписать за такие деньги. Вот он Юрген Клоп. Приветствуем его. 80 миллионов евро. Вот. А Ливерпуль согласился. И теперь мы уже ждем. Согласится ли сам Бускец. Потому что после же он сорвал контракт. Сорвал переговоры. Сделку. Будем теперь ожидать. Видали. Снова хотят покупать. Ну а я так помню. Ага. Все таки добавили его в трансфер оказывается. Видали. Ну давайте все равно поговорим. Тем более Рома предложила как и Милан. 31 миллион. А вот тут можем еще торговаться. Отступные у него 48 миллионов. Мы можем сделать. До 38. Попробовать торговаться с Ромой. Что-то я как-то забыл. Что мы видали. Решили продать. Поэтому. Теперь давайте вот. Все равно мне кажется Рома как-то по амбициознее будет выглядеть. Нежели чем Милан. 36. Я все равно на своем буду стоять. Не сильно цену понижаю. 37 с половиной миллионов. За эту сумму Рома готова купить. Видали. Но Видали у нас все равно отыграет еще до зимы. Так же как и Бускец. Потом они уже будут переходить. Согласятся конечно в Ливерпуль и в Ром. Тренировка неплохая. У Чалова пас прокачался короткий. Но. А у нас игра с Валенсией. И Бускец согласился. Так что отлично. Зимой у нас уйдет Сергей Бускец. Придет к нам 70. Получается 74 миллиона. Так же еще Видали уйдет. Ну вот смотрите. У нас неплохие тут Динжата. Вы получаются. Вы сами это видите. Даже вот так вот. Приблизительно 40 миллионов у нас есть. Плюс еще 74. За Бускеца. И плюс еще там будет где-то миллионов 30 за Видали. Так что пишите в комментариях. Ваши предложения. Кого купить. На какую позицию может быть вы кого-то хотите продать из нынешнего состава. Который у нас сейчас есть у Барселоны. Потому что деньги. Мне кажется на одного хорошего такого звездного футболиста. Будут там 150 миллионов. Дембеле в последнее время находится в хорошей форме. Он будет чаще попадать в состав. Я слежу за всеми игроками команды. И за их желанием играть. Если Дембеле хочет закрепиться в основе. Ему нужно использовать все свои возможности. Сможет ли ваша команда поддерживать заданный темп? Мы всегда верим в лучшую глубину состава. Вполне позволяет нам претендовать на победу. Клуб Барселоны выиграл предыдущий матч с разницей в два мяча. Как вам кажется это отразится на настрой клуба Валенсия? Команда прекрасно сыграла. И счет тому доказательства. И у меня нет никаких сомнений. Что игроки снова отдадут все силы на поле. Ну вот что значит в прессе обсуждают Дембеле. И Барселону. Естественно. Но у нас просил у МТТ шанса. Мы его даем естественно. Он у нас никуда не уходит из состава. Но вот раз у нас хотят покупать Видаля. Рома сейчас с ним договаривается. То будем мы следить. Потому что нам нужен будет тогда хороший какой-то полузащитник. На позицию Видаля. Так что пишите в комментариях. Кого вы бы взяли. Или бы все-таки отдадите предпочтение мне. Потому что вот нам здесь прям дают. Центр полузащиты усиления. Родри, Модрич, Фернадиньо, Фабинио, Матюги, Гомес, Вейналдум, Али, Озил, Маутиньо, Дебала, Милинкович, Савич, Пагба, Канте, Эриксон, Гюндаган, Верати, Сильва, Алла, Альберта, Хамес, Лейва и Серджио Каналис. Так что пишите. Не обязательно тех, кого я сейчас вам продиктовал. Можете сами абсолютно. Ну и именно что прям звездный был. Даже можно рейтинга побольше. Либо такого же как увидали. Но у нас игра против Валенсии. Еще и домашняя. Последняя на сегодняшний выпуск. И вот таким составом с Чаловым и Смиранчуком в старте сегодня мы сыграем. Ну и также будем надеяться о том, что речь не зря, наверное, зашла на пресс-конференции про Дембеле. Будем надеяться, что он сегодня забьет. Итак, Барселона, Валенсия. Сегодня Артур Видаль. Главная, наверное, такая звезда на поле. Потому что он с капитанской повесткой. Это раз и два. Шумиха идет насчет его перехода в Рому. Также сегодня у нас встречаются два голкипера. И оба играют против своей бывшей команды, которые вошли в одну из делок. За Валенсию сейчас выступает Сильсин, который раньше играл за Барселону. А за Барселону Нета, который раньше выступал за Валенсию. Вот так вот. Интересный переход голкиперов произошел в испанском чемпионате. Но мы начинаем интереснейший матч. И это будет ли сегодня чья-то, естественно, будет потеря очков. Потому что эти две команды еще не потеряли ни разу очки. Выиграли все три матча в начале. О, Дембеле неплохо так пушечку свою зарядил. И почти уложил мяч в дальний-нижний угол. Кстати, без рикошета все летело. Ну, прям в притирку со штангой. Федор Чалова, он его видит. Тот видит подключение Усмана Дембеле. Разворот. И удар в ближний угол. Но Сильсин отлично мяч тащит. Будет уже второй угловой. Видали навешивает. Защита хорошая здесь сейчас. Играла. Опасный сейчас момент. Барселона провалилась немного тут в обороне. И это спасает пока что на первый только момент, кажется. Обсайда и не было. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же сейчас неудачно вас. Датский футболист. Полузащитник Валенсии срезает. Срезает. Не зря на пресс-конференции зашла речь о французском венгере. И вот так вот. Вот она атмосфера. Камп Ноу. И Сильсин пропускает. Я хотел действительно пробить за паукини прямым ударом. Но нам даже не дали пробить с этого угла, к сожалению. Но Адембеле забивает свой первый гол за Барселону в этом сезоне в чемпионате Испании. Быстро, конечно, пробует сейчас Валенсия выйти из-под этого прессинга. А пока что у нас Усман Дембеле. Ой, как промахивается-то с левой ноги. Но момент хороший был у француза. Что интересно покажет Денис. Отличный пас, кстати. И проходит пока что. И забивает. Забивает у нас. Не знаю. Пареха, капитан команды. Лучше Месси вместо Крутини устал он сильно. Из-за голевой передачи именно Дениса Черышева забивает. Здесь вот хорошо прошел. И Нета тоже пропускает. Ну и первый гол полузащитника в этом сезоне. Аргентинец пока что с мячом. И нужно же было сейчас хорошо пробить. Но Сильсон тащит удар от Лионеля Месси. И первая потеря очков как для Барселоны, так и для Валенсии. Ничья. 1-1. Голы сегодня забивали Дембеле и Даниэл Пареха. Ну лучше естественно Усман Дембеле. Не знаю как в матче, но в нашей команде уж точно. Дембеле находится в прекрасной форме. Насколько вы довольны его сегодняшней игрой? Усман Дембеле фантастический игрок. И все комплименты в его адрес абсолютно заслужены. Надеюсь остальные игроки вдохновятся его примером и мы снова будем выигрывать. Скажите что думаете о матче? Мы ждали трудного матча. Такие матчи простыми не бывают. Но мне кажется что в общем и в целом мы играли хорошо и теперь будем ждать следующей игры. Так как клуб Валенсия во втором тайме сравнил счет. Вы надеялись снова выйти вперед? Конечно мы играем каждую игру на победу. В том числе и эту. И вот она друзья. Я буду говорить вместе с этим гимном. Потому что могут ролик заблокировать. Из-за авторских прав от UEFA, Лиги Чемпионов. Но мы понимаем что сейчас стартует для нас, для Барселоны Лига Чемпионов. Это замечательная заставка. 82 у нас рейтинг. Отличная работа. 200 миллионов евро мы получили за продажу футболок. Италия и Индия следят за нами. Как кандидатов на пост тренера сборной. Но Италию мы тренировали. И неудачно выступили. Хочу сказать на чемпионате мира. Ну вот Чалов прокачался до рейтинга 77. Так. Видаль сорвал переговоры с Ромой. Но все тот же Ливерпуль. Все тот же Ливерпуль. Цену кстати на 10 миллионов меньше он дал. Я все так же сейчас буду 40 сначала предлагать. И 37,5 это моя будет последняя цена. Ниже я не продам. Снова с Юргеном Клопом встречаемся. Теперь уже в ресторане. Давайте сразу 37,5. Нет. 37,5. Это вот последняя прям цена. Ладно. Только ради Ливерпуля и моей симпатии к этой команде. За 36 миллионов я согласен на этот вид далее. Ну вот. Хотя бы на 36 согласились. Но это лучше чем ничего. Вот с Ромой отвернул контракт. Будем ждать. Что он будет предлагать Ливерпулю. Но два полузащитника у нас могут уйти в Ливерпуль. Давайте пресс-конференцию мы проведем в следующем ролике. В следующем у нас будет, как вы понимаете, матч против Дознамской Боруссии и против Гранада. Здесь у нас как раз выйдет второй состав. Ну что же. Поздравляю всех с началом Лиги Чемпионов. К тому же Крещен Роналду забил. Мы увидели. Спасибо вам большое за просмотр. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok